И это еще умножается, как мы собрались, на класс кода многоградия. И тут, наверное, мы не так, да, такого рода, если я не помню. То есть мы делили это мы еще заставляем, это не страшно. Вот, и только в этом форму в Возе, наверное, видели в разных бастахах. И эта форма, она очень важна вот именно в центральных теориях этого времени. Потому что я знаю, что существует очень многих студентов некое предупреждение против национализа, это, в многом деле, заслуханное предупреждение. Это первые два курса, где мучают эксаломбиректор формализмом. Вот, и хочется всего избежать. Вот, и поэтому люди считают, что мы на нас это одно, это и будет наука XII века. Ограды века равновесия логидрическая диаметра, логидрическая патология, аудро, уловов, как говорится, теория категории и тому подобное. Сказывается, вот в этом вот месте, теорема об индексе, это как раз то самое место, где, ну, можно говорить, расстояние между мотанализом, таком мотанализическом понимании 15 века и современной математикой, оно же минимальное. Это как раз тот раздел, где в анализе охраняется еще что-то, как вот этот дух такой, в целом, да это рассуждение, но уже при этом применяются какие-то геметические соображения и тому подобное. Я думаю, что было бы очень хорошо изучить эту науку здесь. Вот. Теорема об индексе, она имеет много рампопоставий, но начиналась она с армиидах, а вот с четырещьего. Ну, можно, на конце смысла, считать, что теорема Гаусса-Баннея, это первая теорема об индексе, если хотите. Теорема Гаусса-Баннея, которая связывает и безумные пообразия киево-хартистик, и можно сказать, что это не может быть еще. Вот. Потом, в виде работы, здесь при этом, лимитая формула, чувствуем ухом, на веществом, что такое теорема Гаусса-Баннея, это способ, с помощью такой же формы, как индексерал, индексеральные формы, вычислить некоторого библиотического топологического моряного многообразия, как называется, и аэропейский, наверное, потом умножить. в том, не, но не закиняем, в том, если не желает, это будет стоять Гамму Функцию, вот, в том, что он должен стоять объем феер, аэропейский, Это гаммофункция, значит? Угу. Зачем? Не помню. А... Следующий... Ну, следующий шаг, это в глубине, это тема, что с того, когда стояла сигнатура в мегабразии. Что? Стояла сигнатура, это еще один мегабразий, когда у вас то есть, патологический, все равно, как раз одна, когда у вас мегабразия четно-мерная, а, все лучше, еще тридне-мерная, средняя размерность, и умножение то есть, то не менее, средняя размерность эрмологии придет, и вычисление их на фундаментальность в мегабразии придет некую филотичную форму в мегабразии, на филе-мермологии в этой филотичной форме есть сигнатура, и сигнатура это явно мегабразия. Слева оказывается, тоже можно поставить антизал, он умножовский, амбель роз, да, как он пишет, да, вот, вот, у нас в этой филотичной форме будет кончается, да, довольно скоро будет обмечено, что и то, и другое можно интерпретировать как индекс некоторого элитического альтератора. Что такое элитический альтератор? Скоро позже, я просто скажу, что альтератором у нас будет сниматься отображение и вообще говоря, бесконечно мерное элитического пространства, даже обычное бесконечно мерное пространство себя. Вот. Ну, в некоторых условиях элитический альтератор оказывается фигольным, то есть у него будет тенечное мерное ядро и тенечное мерное клавида. И индекс альтератора это разница размерности ядра и размерности клавида. Вот правая часть переходит и описывается как равняность кедра минус равняность ковида некоторым операторам. То есть тут не шагуя это должен стоять оператор элитический альтератор то есть посмотрим лапласт то есть равняность лапласт это в сточности э вот. Единственное в том что все это несчастные поэтому так значит у меня есть то есть черно-мерная размерность лапласт и руль поэтому длинный жаренов тоже позволяет сделать со-мерность кедра или со-мерность кедра разного дел то есть это вот то самое можно сделать здесь то есть что-то аппарат я уже не помню это вроде депр две звездочки или нет не не помню это мы найдем вот и возник вопрос о том для произвольных операций с такими же свойствами как те которые позволяют здесь и здесь написать некоторые источники приписывают постановку этого вопроса и исланды хотя как следствуют люди лично беседующие с армия католические специалисты доверяют Игрифланда и подтверждают что вопрос имел был еще до этого всем было понятно что что-то там есть и об этом они думали независимо в Игрифланде главное что это не было какая формула появилась и с тех пор разные характеристики существуют и здесь заказываются разные способы первое декоративство которое создавали сами начиная из фингер это декоративство которое очень подробно изложено в знаменитой книге поле церема в индексе семена постепенно оно немножечко румническое то есть темно-румническое там есть две части первая часть это очень подробное изложение всех основ теории центральных правдов теории индексов аналитического это вполне честное рассуждение которое существовало долго до ати в основном это занималось вот то же самое касается и стопологии до практической части потому что левого правого здесь аналитический индекс левого атикологического индекса что сделали отчаянии дингерс они заметили что доказательства теоремы может ввести к причислению индекса одного единственного оператора на некоторых фиксированных пациентов фиксированных которые можно делать руками когда все будет доказываться это они сделали и это иголок первых доказательств совершенно честное строгое но лично мне очень не нравится потому что непонятно от него было получено формулы формулы выглядит совершенно угадной но кто-то пришел написал перед серым ароматом матьей и эту формулку докажите что левое тесто направлено и они придумали способ вот и я думаю что не только мне это сокращение не прошло буквально 15 лет как тот же Майкл Атьян уже сразу после правды насчитает я единственный с одним молодым рано-умершим таком юридическим математиком и придумали другой способ доказывать аналогичную теорему более значительно более честный т.е. с помощью Атьян это тоже первая часть владеется по моторному примеру но формула формула которая получает от себя интеграл уже получалось никак не магическое угад... магическое угадивание ненужнение во время а после честным трудом с помощью преобразования более очевидных правил и после этого азиатичные результаты были получены многими людьми были получены аналоги формулами для перенавидов можно узнать следующий кастер основ были закажены те им обменили с этой многобради с краем это бутыли вангриэль оказывается если многобради имеет край то операторы будут не просто на многобраде они будут имеют краевые условия тоже можно депутировать теоретический оператор с ним он знаменит потом появились связь теоретический металл теоретический я конечно все наверное знаю это популяризовал известный французский математик Талин фон даже на этом основании его создана целая новая наука называющая некомпутативная геометка где индекс итератора получается из каких-то справленных элементов хирургической геомологии и формулы получаются тоже более честными хотя не настолько честными пока были после этого наверное многие слышали о знаменитом наглядности 2 2 2 2 2 физически меры а именно он пометил что если взять некий так называемый хантиларий интеграл включающийся физически тело поля это интеграл по всевозможным проектов системы в бесконечно мерном пространстве специально подобранного функционала то с одной стороны в этом интеграле большой интеграл большого интеграла тут стоит некоторый параметр т т функционал с и те самые истории которые мы изучаем параметр с т несложно понять после дикеренцирования и применения формальных свойств интегрирования может понять что параметр ничего не зависит число будет а дальше если тело стремится к нулю или бесконечности будем получать или левую часть или правую часть то есть индекс операций это статус таких интегралов сомнительный вот поэтому доказательство я пошел на скорочке вот 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 могу сказать только что доказательство с тех пор было получено еще во великой множество других тем не менее за правой степени например доказательство было немножечко исправлено Эдро Геттлером где он вроде бы смог заменить рассуждение с Эдро Геттлером с честным вычислением какими-то символами операций были получены потом была большая деятельность так называемая алгебрическая теоремия когда вместо этих честных операций рассматривались хватает вот их начать не раз ух и слова которые даже забывают и слова я просто скажу кто этим занимался это Ришард Нест начали начать баллицидом и Павел Брестер на сфере работа изменив вместо оператора рассматривать некоторый комплект скучков аэллиотический еще то есть он может расставить оператор аж это оператор аж это оператор аж это оператор пучками вот по такому если у нас не один оператор несколько этапов здесь вот есть оператор они вставают некоторый элемент называемый аэллиотический такой индекс ну и дальше много все можно заключить это связано с дезимационным пантованием много с чем еще вот и моя оператор конечно же не раскачивая это потому что это очень большая наука которая сейчас да не знаю можно конечно активно развивает но в этом случае какие-то инциденты время-времени происходят вот и наложки следующие движения мне задача более скромная я хотел бы рассказать во-первых всевозможные определения достаточно строгие чтобы можно было к этому приступать и рассказать самые наверное какие-то простые из доказательств и не того кружнического рода как то что начинали зингер где они это делали с помощью вычислений в одном местном примере а вот скорее ближе к те потозе земли где формула стоящая по закону вот 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 такая цель что знаете я теперь немножко расскажу о том о средствах достижения для того чтобы достигнуть нужно сделать достаточно много шагов и не очень в этих чистох решений за пользу вот я расскажу что эти шаги есть как-то и двух планов то есть чистое не не двух планов ну так сказать в трех так сказать направлениях первая это дифферензальная геометрия значит в прошлом семестре я шагал такую металлическую теорию тратистических классов и существует огромная наука параллельная часть которую вы наверняка слышали связанной с понятием приведенной связости приведенной распорением который остался сверху за скопшением прошлогоднего расстава какую-то часть этой науки не требуется изложить не столько потому что я думаю что вы это вообще не знаете только я не люблю оставлять такие большие анализы вторая часть науки дисков первой это анализ совершенно без анализа понимаете работать с понятием синтисентриарных терапов нелезя поэтому какие подтверждения с области анализа будут возникать какое знание может сделать золотую лекцию по теме анализ все дифференциальных операторов это знаете, по такому деле на тему анализ все дифференциальных операторов можно прочесть не один для другого курса любая книжка, где выиграет полноценный все дифференциальных операторов она обычно многоконная есть, например, трехтонник кармандера дифференциальных операторов двухтонник шутника еще несколько других учебников, где все эти дифференциальные операторы предлагают полноценным образом так что полноценную теорию, конечно, не вложу но какой-то кусочек перераз и третий можно, конечно, помнить с помощью вот правда не так, как в прошлом году а немножко меньше но потому что в прошлом году мы подробнее но такие подтверждения стопогоги придется тоже использовать может быть может быть какие-то старые придется передоказывать или по-новому объединять я надеюсь, что это будет самое простое вот а теперь давайте какой-то план примерно план я думаю, что план у меня будет такой первая вторая лекция я хочу рассказать так называемому теорему не теорему конструкцию оси лотошапира лотошапира как говорил под названием лотошапира что после 68 года топогог не может сказать, что я не чуть-чуть себя взял линополос вот значит конструкция 5 лотошапира из кардера можно смотреть если помните в одном из кардера из кардера сигаремы бота артеориальности был и качество я рассказывал не только с ним а была такая инструкция где я использовал в качестве оператора бета умножение подводок а обратный оператор это был по словам ниже некоторых операторов типа D D вот это для вам отличность бота в кабресной кардеролии оказывается в вещественной кардеролии есть аналогичный клад бота и аналогичный оператор но и то и другое строится с помощью в самом деле стеновых структур а все и другое поэтому аром не только что выходило по свободному курсу и первое что я стараюсь рассказать это конструкцию по крайней мере я построил оба ингредиента по новой без вот этой лестницы для консервирования построил ингредиента в категории 4 нет в категории или в категории 7 нет я помню наверное я буду соврать пределом 7 даже не 7 а 7 у нас периодически 7 но не исключено что там 4 получается поэтому я сейчас не буду вот конструкция она не слишком похожа она вот немножко я надеюсь что я угадусь с основными конструкциями для тела 100 лет потом 3 и 4 это оказывается будет такая специальная диометия то есть у нас до сих пор мы имеем естественное конденское расслоение я буду рассказывать что нового надо спускать про вещественное расслоение в том случае если структуру его поднять до стиропы то она довольно слишком амтимистичная 10 и 5 где нет то есть она структуру амтимист не нет дальше шестая седьмая и дальше нет это уже собственно я собираю как я буду благодарю теорему хотим хотим попробовать лидерам а начать наверное нужно было какого-то называется по-английски это Crash Course сентяги это раз все висентяги это раз и наконец в конце восьмой версии это я буду стараться рассказывать собственно результат который необходимо Если вы понимаете, то очень условно, потому что, то есть, когда с такой скоростью будут рассказывать, что вообще начнут рассказывать, они сказали, что это всё всем известно, действительно оборотно. Что рассказывать будут, там, вы видите, это почти упражнение, и скажут, непонятно. Поэтому ориентироваться на это не надо по количеству лекций, а нужно ориентироваться по словам и выражения. Вот такой план. Если я просохнет, то я начну сейчас в лекции слова, что я вам расскажу, как в общую теорию Альги Клиффорда. Если хотите, то я вам не хочу сказать, то можно создать общую теорию Альги Клиффорда в группы Синь. Ну, самое важное положение. Значит, когда я как-то планировал курс, просто из полмеха, не тих метров, да? Сейчас, понимаете, не тихо не вижу. Вот, он мне просто написал, спросил, существует ли сего Альги Клиффорда на поле миниговой характеристики. Я сказал, что, наверное, существует, я просто ничего такого не видал. Потому что, на счастье, сегодня я буду стараться, может, немножечко входить в поле, следовать максимально общему возражению. То есть, пока я не скажу, что такое предположение направляется на поле, видимо, ни о каком предположении не будет направлено. В этом момент единственное, что я буду, наверное, направлено, это не на этом. А нет. Может быть, что характеристика отличная. Можно какую-то метру направлено, но не больше того. И так. Пусть ВМ, ХУ, это пара, это векторное пространство на поле мка. И ХУ, это квадратичная форма. Ну, добрый. Значит, в день мы с двояком записываемся в квадратичную форму. То есть, равна с двоя мка это функция от одного единственного векса, которое, наверное, число гамля, сколько будет гамля в квадрате. А с другой стороны, квадратичная форма, вы знаете, можно поляризовать, представить как уплощение некоторой беремейной операции на одном и том же галере. Это я буду записывать в ХУ от ВВ, предназначение это поляризация на паре двух пород ВВ. До свидания. Вот, определение. А вот, давайте, пока, на этот файл это аудора данная фаста аудора терминная свободная аудора по идеалу от В пораженным несколькими элементами нужно взять некий элемент из В от В умножить на 1 да, я прошу прощения, если не было сказано обратно, то все аудоры которые будут скачаться будут с ассортивными и все эти единицы все эти единицы и как то это определение дороже можно назвать упражнение упражнение и подтверждение и подтверждение и подтверждение что у нас получается возьмем В Т само постамство оно вкладывает конечно в Т АВ а дальше может спредитировать и вам балку и подтверждение и и некоторое размышление можно сказать но первое впечатление что эта штука не требует открытия что она обманчивая потому что когда у нас алгебра живется различными соотношениями сказать как устроена то есть то есть размерность этой алгебры это непростая вещь и часто это центральное упражнение теорема теорема он говорит про универсальные алгебры можно оценивать ровно так как то что размерность алгебы универсальные алгебры совпадает к размерности алгебры в частности что сама алгебрация вкладывает универсальные алгебры значит без века так ну что почему мне будет важно в дальнейшем условие что характеристик поля камеры равноменимы потому что давайте возьмем вестр в словом в в в когда это вот равенство будет в таком виде в в в плюс в в т на в плюс в в минус q от в плюс в в оно нулю да если мы расположим то мы получим в в плюс в в в плюс в т в плюс в в минус а вот это будет q от d а свойство политической формы q от в минус а вот тут двойка будет q от в в и эта часть у нас обязана замыляться потому что она так еды в идеале эта часть тоже обязана замыляться и мы получаем следующее соотношение которое многим из вас наверное знакомо с тем кто уже встречался с как в физике опять всего физике еще выглядит с пенором сейчас не пользуются но у них они сути как наверное вещественными числами оборудованы в в в в в в равня минус 2 q в в случае если артистика поля равна 2 мы получаем просто такое соотношение неинтересно мы получаем просто антисеметрично у нас q а в случае если артистика не равна 2 то можно показать что это соотношение просто невалентно и когда мы получаем привычный способ продавать алгоритм прислана с помощью отношений вот такого вида по моему я где-то похоже делал наверное уже здесь перевал на и вправь отсюда на плюс счастье не так далеко что я произменил форму ку на форму минус ку можно считать соотношение только экономическое именно такое так давайте еще раз упражнение оно очень простое но оно базное отображение это сравнение ну что здесь нет а а для любого линейного отображения ф произвельное х а то есть 1 и 1 для любого линейного отображения ф и в а такого что ф от в а а в а в а в а 1 существует единственное отображение с волной в а другого в в другого в а а в в а в а а в а а в а в а а в в а в а в а в а в а а в а в а в а в с в ум и с с в а а с а а с и с Действовать на ауто-реклижную. Тоже все вполне очевидно. Давайте какой-нибудь пример. Ах, стой. Давайте получим какой-нибудь пример. Пример. Давайте начнем с чего? Возьмем V равняется Y . У нас есть ровно две ненаморстые экологические формы. Q равняется плюс 1, Q минус 2. И Q равняется минусом. То есть, поворотина определенная, то как это нет? Давайте посмотрим, что я буду в голове на три формы. Это будет двумерная. Она будет двумерная. Не сложно понять. Это еще не показал. Сейчас тоже будет показал. Но это можно, наверное, самому понять. Значит, она будет состоять из элемента единицы. Я не забавляю. Да? У меня балет будет двумерная. И единственное, что балет на элемент квадратии. Единственное, что балет на элемент квадратии. И в квадрате, это будет минус 1. Если это будет, то у вас не хай. Ну, с какой пример? Пусть будет то же самое, а ку будет равно минус один. Чего это на алгебаты подговорить? Как вы скажете? Диагональ не мазать. Да. Правильно, диагональ не мазать. То есть это будет 1 и 0. Потому что у нас будет соотношение, ну, 5 будет, будет, значит, такое же, а 1 и E. Соотношение, то, что будет E в квадрате, будет равно одному. То есть это вот с того байка, это не щеки на что-то просто, да, плюс диагональный маз. Правда? Но, если я правильно понимаю, можно взять другой балет. Один плюс E1 пополам, да, и один минус E1 пополам. Вот теперь, если просто объяснить, то это будет оно само себе, и это будет оно само себе. и мы поглощаем на высоту. То есть тут байка дробнее. Ну, байка уже так же. Так. Давайте дальше сейчас. В. В. Значит, у меня есть один-единственный очевидный эштонофизм. Ну, скажем так. Вот как устроена эта вот группа оптогональных образований, в связи с тем, как устроена В и КУ. Тем не менее, все они содержат один негривиальный очевидный эштонофизм. Это минус 1. Ну, давайте зайдем. Алип. 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 Они минусы. Они придерживаются в оптогональных группах. Всегда. Ну. Тогда я получаю по моему соответствию. Сейчас я получаю альфа. Ну, давайте я не буду уж писать. Ну, восьми, но уже не шансы будет. В. 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 Несчертная часть. В. В. и у меня, собственно, начали быть пульсами. И еще отличаться. Соответствующий минус один. Вот. Значит, было легко понять, что на самом деле аудро-прифандрот из этого протеяния, если что-то, на самом деле просто называется на научной дотерти 2 года и урока. То есть, если я возьму аудро-прифандрот и 3 части, можно на аудро-прифандрот и 3 части, я получу примерно свежачий и плюс 2 части, по моду 2. Вот. В частности, я вот это вырываю сейчас где-то подальше, которая будет сейчас на пульсах. Так. Что еще не потребуется? Здесь это будет доказывать, что размерность какая-то нужна всегда. Нет, здесь, значит, тут мы это сделали на поле на любом характеристики, да, у нас это требовалось, но это было просто. Так, значит, это явно всегда на поле любого характеристики, где-то тоже не самое сложное на свете. Итак. Пусть F, I, это кое пространство в аудро-прифандроте, в аудро-прифандроте, это просто область N на степени В, I, 3 части. Когда еще видно, что у меня получается температура. 0, M1, 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 M1 и так далее. Все это включается в аудро-прифандроте. При этом, в произведении картины Явы, Явы, я вижу на несколько таких людей, я все верно знаю, в таком случае можно построить редулированную аудро-прифандроте. Вся Ема визведение. Значит, если я возьму, заберем на аудро-прифандроте, давайте, который, по сути, по сути, F, I, F, I, по сути, там, то она будет заносна в Явы, здесь, чем после. Значит, с точки зрения, опять-таки, простого стописоположения, это очевидно движение, связанное с тем, что у нас в этом соотношении, у этого часть, единичка включается, она лежит в элементе фибрации меньше, чем в предыдущей. Я не знаю, можно это заказывать или нет, или это, опять же, скажется очевидно. Я просто не знаю, мне казалось, в самом деле, это первое подтверждение, которое сюда заказывают, но если хотите, могу пропустить, отжать в качестве правильного места. Ну? Можно. Что? Оставить? Хорошо. Украли. Значит, обращаю ваше внимание, что тут все-таки делается, нельзя использовать, что пользуются не только любую практическую. и не представляете стандартное отображение, которое не все привыкли, и которое я сейчас просто не пишу, оно может быть подправлено. ваше внимание. Давайте я сейчас посмотрю. Это прямо его использовать нельзя, братья, ну, братья и девять, Идея. Посмотрим отображение. Ну, ваше внимание, ваше внимание В и это это целого ваше в группе, которое нарисовывает в и В В это огромное в отношении В случае, если мы поле минераловую артистику имеем, есть некоторые различные для тем, что я писал. Хорошо. Следовательно пишем. Это должно отражаться в один деленный артериал. Сумма В сигма от одного. Сумма по всем сигма, международной степени сигма. Сигма – это рисунок, который, разумеется, в точке, когда я вам дарил в алгебре Трифона, как она подносилась. Вот такое отображение приедет из-за того, что на степени настояр использовать нельзя, потому что, если вы располеете минераловую артистику, то этот материал может к тому нулю. Поэтому это отображение нужно использовать не сразу. Нужно поправить, нужно исправить. Да, но, если все сделано правильно, то в частности этого следует, что к отринейному пространству алгебра Трифона изображена внешняя алгебра Трифона. В частности, мягкостья, если у вас поле имеет налевую артистику, она будет номер два степени. в частности. Миняет на степени. Миняет на степени, зеркальная алгебра Трифона. Миняет на степени. Особенно это все внимательно, пока. Нужно это все уважаемые артистуальные крисы? О, это все понятно, пока? Значит, еще одно и то же очередное утверждение, указание в куличе множество. Значит, пусть в доме остается в виде прямой атакоганаля депрессуна В1-В2. То есть не просто предпрямая основу пространства, и в чехлу подняется Ку-1 плюс Ку-2. Да, в точности. Виктория с логатичной формулой на В1, Ку-1 на В1, Ку-2 на В2. Тогда алгебра к Литфорда В2 и заморозно алгебра к Литфорда В1-Ку-1 Критфорда В2-Ку-1 на Критфорда В2-Ку-2. А теперь вот можно поставить не а выше для каждого последней, а какое-то градуированное. А именно, помните, что алгебра к Литфорда В1-Ку-2 градуированное. А где градуированное? В2 градуированное. Значит, в частности, Критфорда В2-ку-1 евро равно не просто, Клифот 0, V1, O1, Клифот 0, V2, C2. Но если не ожидать, Клифот 1, V2, O1, Клифот 1, O2, O2. Вообще два других игрушка возникает. Это поездное искрение, но немножко неудобно. Давайте посмотрим, что нам даст немножко поздно. Немножко по грагам. Пример. Если у вас V это Rn, и Q это, вы знаете, Rn, любая форма представляется в виде какой-то суммы полплюсов в квадрате, минус опять с количеством минусов в квадрате. Значит, давайте у нас будет 5 штук плюсов, минус 5 штук минусов. Вот. Тогда мы получаем следующую вещь. Тогда у нас на Клифот 0, V, Q будет заморк на Клифот 0, R1. То есть Q, то есть плюс, да, в количестве и R штук, да. Таким образом нам нужно какое-то количество минусов, да. Таким образом. Все хорошо, принадлежно. Все эти кремы на кузине трудятся. Таким образом. Таким образом. Мы знаем, что стоят в целях, в целях, в целях и так далее. Это, однако, не очень удобная штука для того, чтобы исследовать, например, теорию представления данного. Потому что газуированные, конечно, на цель введения, они даже по-другому действуют на обновлении пистолетов. Если мы взяли газуированные пистолети, это, наверное, может быть неплохо. Вот. Что дальше, Анна? Значит, пока у меня все идет, как понял, любой характеристике. Так. Что нет еще? Нужно будет вспомнить. Угу. Так. Сегодняшнее потребуется еще одно изображение. Значит, просмотрим, что фамилирует, внимание. Изображение СТ уже ТВ, которое В1, и будет В1, и будет В1, и будет В1, и будет В1. Это, очевидно, антигромосизм. И, при этом, он сохраняет тот самый идеал, который мы строим. И так далее. Так. Тогда, значит, индустрируем на это упражнение. Я буду тоже назначать на свои цены. Оно будет антигромосизмом и скалоплетизмом на себя. Хорошо. Теперь давайте перейдем к построению группы к спине. Это очень важная группа, потому что то, из чего алкебры кисла в стопологии обычно используются. Я рассмотрю для начала группу необратимых элементов алкебры кисла. Это значит, что в любом алкебре, то есть алкебры кисла, даже не имеется, имеет как группа необратимых элементов. Опять учреждение, которое для него нужно будет знать. Учреждение. Начнем с учреждения. Давайте В-крест обозначить угло роста элементов В и В. То есть там сто от В. Я же не думаю, что В-крест, вернее, содержит паузу для таких программ В-3. В-крест, вернее, это будет просто минус В-крест. Так. Что дальше? В-крест. Значит, допустим, теперь у меня, я вот не знаю, вот если в поле не единый лучший стилистику, как называют аналоги группы. Если заметить алкебрический групп, я боюсь, что определение алкебрический групп – это сложное. А вот в данном случае, я вот этим органическим случаем, когда у меня К – это отряд и С. Вот если К – это отряд и С – это отряд, то у меня нет, конечно, другой битвы. Это два Н-мерные группа И. Ну, к облегке, если у вас К – это С. инфе клеткт. Инфа IoT . Это просто самый идмфаузел БээRE Hue коммутатором. к данному внутреннему помогатору. Третье свойство. Третье свойство. Третье свойство тоже очевидное. Третье свойство. Группа в один отременно, другая аута, разумеется действовать автоматизмами, сопряжениями на самородную призму. Т.е. Т.е. При этом можно посмотреть, на что превращается в это действие алгебрызии. Вы понимаете, просто будет на кинетическое реализование. Третье. 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 Неожиданно. Простой. Да ладно. Давайте рассмотрим простый элемент алгебрызии. Рассмотрим элемент В3. 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 Давайте вычислим. Это вверх и хоть считается. В3. 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 минус, равняется минус 2QV0. Да, я могу сказать, что в данном случае предполагаю, что уже может предполагать, что истика не однажды. В данном случае, эта вот двойка тут у меня. Она меняет отношение, но геонетка не теряется. Минус 2QVV, значит, я не напишу. Получается, что вот эта штука равняется минус 2QVV, умножить на минус 2QV. Получается...